Продолжение следует... Короче, я приезжаю в Чернобаево, снимаю кино, трижды снимаю, минут пять выключается. Ну, на морозе снимал, что вы хотите, как раз было 30 градусов. Ну, не такой же мороз, но и не это, но и не подарок. Короче, всорвалась вся эта съемка, остался пятиминутый кусок, и тут ни туда, ни сюда пристроить не знаю куда. Тогда я ему потом приехал домой, отогрелся, и звоню ему, говорю, Лене, давай по телефону. Итак, его рассказ про сертификацию, то, что вы хотели слышать. Самое, я буквально цитирую, я такие вещи не забываю. Памяти нет, но что касается таких дел, я уже пальцы загибал. Первое, посадка осенью, перед зимой, у него дает практически 100% результат. Раз. Второе. Второе, вариант он использовал, тоже очень удобный. Выкапываете ямку и на глубине штыка лопаты, устилает дно ямки песком, потом на валу косточки персика, уже поняли, я только про персики говорю, косточки персика засыпает, весной раскапывает, они готовы к посадке. И схожесть тоже хорошая. Потом он этот способ немножко усовершенствовал. Он брал кастрюлю, кастрюлю, правда, с дырками, потому что выкапывать удобнее. И вот тоже самое, кастрюлю на валу косточки, кастрюлю закапывал, вот так. А когда доставал, прям с кастрюли выкапывал, вот они готовы к посадке. Вот, за что купил, за то продал. А почему? Скажите, а сам? А я никогда так не делал. Единственный раз моя тёся, я отдал 22 косточки, она посадила их осенью. Вот. Весной, у меня даже фотография есть, сад был готовый. Хух, теперь ем более компетентные вопросы. Так, мы сейчас проговорили, я пойду за кипяточком. Как, Владимир Ильич, всё равно надо, чуть-чуть надо первым сделать. Горло сохнет. Так, ну что, пойдём дальше сейчас. Ну что, я ещё сейчас. Так. Подвой. Вопрос первый. Какие подвои надо выращивать для привыки персика? Я прошу прощения, почему вот здесь, с этого момента, чтобы ответить на ваш вопрос, уже примерно вебинар. Почему? Потому что у меня, я решил и уже начал снимать кино. Смотрите, какое. Я вам просто оправдываюсь и скажу, ребята, идите на мой YouTube, на мой канал. Вот. Там не так много просмотров. Вот у меня, допустим, здесь фото персиков. Больше, не все, но большая часть. Я начал вам рассказывать, уже один фильм снятый. Опыт моих друзей. Видите? Вот. Это опыт моих друзей, допустим. Вот. Кстати, это Украина. Но это ладно, мы пока пропускаем. Так. Вот. Потом, значит, это. Это, я буквально в кино я каждую эту фотографию комментирую. Каждую, каждую, каждую. Так. Вот. Наконец, фактически я закончил тему. Это самая удобная вещь, когда в теплице 16 форточек, плюс дверь открытая. Получается такая красота. Но, еще раз. Первые успехи, первые неудачи искалечить деревья так, что большая часть погибла. Прям в теплице. Это при том, что на морозе не погибли. Вот это я вам хотел показать. Потом они начали спрашивать. Смотрите, ребята. Это прививка абрикоса на... Ой, персика на... Это одна часть сарая. Ну, потом в кине подробнее. И еще сниму, я не закончил. Просто я боюсь снимать длинные фильмы, вы меня зашугали. Вот. Это персик хасанский на абрикосе. Это персик хасанский на сливе. Вот эту фотографию умудрилась украсть несколько десятков. А я потом тыкал морды. А вот это чей шипер, а? Ну, пусть это вам ваши. Плоды. Пусть это ваша фотография. Ну, где вы у меня шифер сперли? Вот видите? Это так. Я так шутил. В общем, вы поняли, да? Вот. Это мы еще закончим. Попробовал... Ну, и тут есть прививка на... Это... На... 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 Прививка на... Ворус и Виши. Это третий вариант. Но похуже. И вот. Поэтому я так бегал. Мы уже видели мы все это. Посмотрели бы фото перчика на радуг подбой. Ну, почти показал. Еще раз говорю. Кино все увидите. Как записаться на мой канал? Да набирайте канал железа. Содоводство по железу. И вы уже на канале. Так. А там вот... Вот на ваш вопрос я там отвечаю. Как формируется сеяность? Надо ли формировать люди куста? Конечно надо. Это вам не это глупость. Вот так, вот так. А потом на высоте двух метров. Вот эта дурь. Которая потом погибает из этого длинного голого штамба искоречного. Персик. Ну, может быть, кроме абрикосов и груш. Все остальное должно расти. Но не в виде куста. Скажем, в кустовидной форме. А каким образом? Я сахарку. Ну, вырос на метр. Весной, только ранней весной. Чит половину. Вот абрикос готовый. Извините. 158 вебинар. Мне бывает язык не поражится. Еще раз рассказывать с нуля все. Это тогда еще 168 надо вебинаров. Так. Теперь. Морозоустойчивость Хасанско и Минусинско. А, одинаково. Не могу выявить. Один в основном работал у меня на подвоях. А другой работал в виде... Минусинско работал в виде сеяца. Точно сказать не могу. Но примерно одинаково. Так. Укрытие на зиму. Рассказывали. Понятно, как надо укрывать. Но вы же свои персики не укрываете. Потому что я этот самый. Я называю свой сад. Кто-то мне когда-то по морде. Какой вы селекционер. Какой? Нет, не так. Какой вы имеете право называться селекционером. Вот. А для меня селекция это когда вы ничего не делаете. Вот вся селекция. А это на мой взгляд она и есть истинная селекция. А когда кто-то получил сорта тоже ГСО. А у них книжка. Они сами ее печатают. Так внизу и написано. Автор там ГСО. Номер так и так. И номера это. Там стоит и район, и область. Все. И вот открываешь. А там как искалечить дерево. Значит они берут ранируя. Калечат дерево. А потом ждут выживете или нет. Ну по честному было бы не подходить к нему. Посадил вот 100 штук. 100 сортов. Или по 2 штук. Надо же контрольное иметь. 50 сортов. Кому-то поручили. Много это мало. Для меня это мало. Я могу и за тысячи ухаживать. Знаете почему? Ну не подходить. Смотришь их было тысячи. Потом стало 500. Потом 100. А потом уже начинается настоящая работа. С этого момента. А тут не упустить важное. Из этой сотни. Одни пойдут на север. Пусть камни и плоды. Вы видели что такое это самое. Казахский край. А? По широте. А это самое. Тюменская область. Томская область. Это ужас какой-то. Это. Это 2 франции. Это 3 франции. Конечно надо же и на север, и на юг. А вот это пропуски и на юг. Вот тогда настоящая работа. Но когда берется саженец. Или какого-то черта взял. Даже слово черт нельзя применять. Отец Алексей. Привет. Я как увидел, что вы посмотрите мои эти самые ролики в этом ютубе. У меня же на душе тепло стало. Тем более вы одобряете мою работу. Спасибо вам. Знаете, как легче жить. Ну, как можно искалечить дерево, а потом ждать эти учета. А вместо 40 уже выдерживает 30. А старались где-то там 40 градусов мороз выдерживать, допустим, слива. Соединились южные сливы, которые выдерживают 30. Хотя мы получили 35. Но вы же его раз-раз-раз-раз и эти самые. Обрезка на кольцо. Прямо в каждом этой книге я их переведил, который выпускает Гостов, обрезка на кольцо. Это ужас какой-то. Ведь разве можно это? Ну, вы бы уже согласились. Я режу как. Надо отрезать ветку так, чтобы вот такой огрызок оставить. На развитие. А ветка пойдет к вам, допустим. Ну, если бы я на кольцо отрезал. Ну, согласитесь, что, конечно, обидно, но пальцы потерять. Я видел людей, которые без пальцев живут. Человек без пальцев у меня знакомый. Ювелером работал. На одной руке пальцы вот так. Ювелер. Значит, можем. А у кого-то по локоть. А вы же предлагаете рану на кольцо. Это вот что полностью раз по плечу отрезать. Вот так по плечу. Да еще за вами потом эти самые. Абсолютно не садоводы. Вроде это, Поливкины. Ну, третий миллион людей учат, как убивать деревья. Понимаете, что творится? Вот. Это смысл теряется. Наука. И уже наукой нельзя называть. Там можно как-то заработать. Это какой-то кандидат в науку. Стать директором. А жизнь прошла. А потом будет как-то в анекдоте. Помните? Посмотрела бабушка порнофильм. И воскликнула. Жизнь прожита зря. Посмотрят потом мои фотографии. Скажут, жизнь прожита зря. Но причем не найдут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!